Добрый день, дорогие друзья! 25 июля день рождения знаменитого советского писателя, сценариста, актера и режиссера Василия Шукшина. Василий Макарович прожил не очень долгую жизнь, всего 45 лет, но успел написать много интересных произведений. Прежде всего, он был мастером рассказа. Герои книг Шукшина, люди советской деревни, разных профессий с любовью к труду и сильными характерами. К одному из рассказов писателя мы сейчас с вами обратимся, он называется «Артист Федор Грай». Почему герой не хотел играть на сцене? Давайте узнаем. Итак, Василий Шукшин, артист Федор Грай. Сельский кузнец Федор Грай играл в драм-кружке простых людей. Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие букры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему. Руководитель драм-кружка, суетливый, мало исконопатый, неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора, произнесел всякие хитрые слова, заставлял говорить громче. Федор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью, а когда выходил на сцену, все повторялось. Федор говорил негромко и смотрел на партнеров из-под лоби. Режиссер за кулисами кусал губы и громко шептал «Верстак, наковальня!» Когда Федор, отыграв свое, уходил за сцены, режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак. «Где у тебя язык? Ну-ка, покажи язык! Где он же у тебя?» Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил этого вина, но считал, что понимает искусство меньше его и терпел. Только один раз он вышел из себя. «Где у тебя язык?» – накинулся по обыкновению режиссер. Федор взял его за грудь и так стряхнул, что у того глаза на лоб полезли. «Больше не ори на меня!» – громко сказал Федор и отпустил режиссера. Бледный руководитель не сразу обрел до речи. «Во-первых, я не ору!» – сказал он, заикаясь. «Во-вторых, если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне герой-любовник». «Еще вяк не раз!» – Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене. Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора. «А погромче! Чуть погромче нельзя!» – просил он на репетиции и смотрел на кузнеца с подщительным удивлением и интересом. Федор старался говорить громче. Отец Федора, Эмилиан Спиридонович, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал «Хорошо играешь!» Федор слегка покраснел. «Пес хороших нету! Можно бы сыграть!» – сказал он негромко. Тяжело было произносить на сцене слова вроде «сельхоз наука», «незамедлительно», «в сущности говоря» и тому подобное. Но еще труднее. Просто невыносимо трудно и тошно было говорить всякие «чаво», «куды», «евон», «гейми». А режиссер требовал, чтобы говорил так, когда речь шла о простых людях. «Ты же простой парень!» – звонованно объяснял он. «Как говорят простые люди?» Еще задолго до того, когда нужно было произносить какой-нибудь «теперича», Федор на беду своей чувствовал его впереди. Всячески готовился не промямлить, не съесть его. Но когда подходило время произносить это «теперича», он просто шептал его себе под нос и краснел. «Было ужасно стыдно!» «Стоп!» – взвизгивал режиссер. «Я не слышал, что было сказано!» «Внести же надо слово!» «Еще раз, активнее!» «Я не могу!» – говорил Федор. «Что не могу?» «Какое-то дурацкое слово!» «Кто так говорит?» «Да вот же, боже ты мой!» Режиссер скакивал с овалом под нос пьесу. «Видишь, как тут говорят?» «Наверно умнее тебя», – писал человек. «Так не говорят!» «Это же художественный образ, актер!» Федор переживал неудачи, как личное горе. Мрачнел, замыкался. Днем с ожесточением работал в кузнице. А вечером шел в клуб на репетицию. Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности. Джессер крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной художественный образ. «Да не так же, боже ты мой!» – кричал он, подлетая к Федору. «Не верю! Вот смотри!» Он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы и входил развязанной походкой в кабинет председателя колхоза. Все у него делалось на редкость тупое. «Нам, то есть молодежи нашего села, Иван Петрович, необходимо нужен клуб. Чего?» Все вокруг смеялись и смотрели на режиссера с восхищением. «Будает!» А Федора охватывала глухая злоба и отчаяние. То, что делал режиссер, было, конечно, смешно, но совсем неверно. Федор не умел только этого сказать. А режиссер, очень доволен произведенным эффектом, но всячески скрывая это, говорил теловым тоном. «Вот так примерно, старик. Можешь делать по-своему. Копировать меня не надо. Но мне важен общий рисунок. Понимаешь?» Режиссер хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен. В своем районе его считали очень талантливым. Федору же за все его режиссерские дешевые выходки хотелось дать ему в лоб. Но вообще выкинуть его отсюда? Он играл все равно по-своему. Раза два он перехватил взгляд режиссера, когда тот смотрел на других участников, обращая внимание на игру Федора. Он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками, как бы желая сказать «Ну, тут даже я бессилен». Федор скрипел зубами и терпел, и говорил чего, но никто не смеялся. Этой пьесе по ходу действия Федор должен был приходить к председателю колхоза, махровому бюрократу и волокитчику и требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне. Пьесу написал местный автор и, используя свое знание жизни, в сверхсякой меры нашпиговал ее народной речью. Чего? Туды? Сюды? Так и сыпались из уст действующих лиц. Роль Федора сводилась сущности к положению жалкого просителя, который говорил бесцветным, бялым языком и уходил ни с чем. Федор презирал человека, которого играл. Наступил страшный день смотра. Кубе было битком набито. В переднем ряду сидела мандатная комиссия. Режиссер в аппетитационной комнате умолял актеров. «Голубчики, только не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот убедите, все будет отлично». Федор сидел в сторонке, в углу, курил. Прид самым началом режиссер подлетел к нему. «Забудем все наши споры. Умоляю, погромче, больше ничего не требуется». «Пошел ты!» – холодно скипел Федор. Он уже не мог больше вносить этой бессовестной пустоты и фальши в человеке. Она бесила его. Режиссер спуганно посмотрел на него и отбежал к другим. «Я уже не могу!» – услышал Федор его слова. Всякий раз, выходя на сцену, Федор чувствовал себя очень плохо, как будто проваливался в большую глухую яму. Он слушал стук собственного сердца. В груди становилось горячо и больно. И на этот раз, ожидая за дверью сигнала, пошел. Федор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать. В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссера. Тот беззвучно показывал губами громче. Это решило все. Федор как-то странно вдруг успокоился, смело и просто ступил на залитую светом сцену. Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель. Первые слова Федора по пьесе были. «Здравствуйте, Иван Петрович, а я все насчет клуба. Поймите, Иван Петрович, молодежь нашего села». На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку, кричал. «Да не до клуба мне сейчас, пассивная срывается». Федор пошел к столу председателя, сел на стул. «Когда клуб будет?» – глухо спросил он. Суфлер в своей будке громко зашептал. «Здравствуйте, Иван Петрович, здравствуйте, Иван Петрович, а я все насчет». Федор ухом не повел. «Когда клуб будет?» – я спрашиваю. Повторил он в свой вопрос, прямо глядя в глаза партнеру. Тот растерялся. «Когда будет, тогда и будет!» – буркнул он. «Не до клуба сейчас!» «Как это не до клуба?» «Как-как? Так? Чего ты? Явился тут царь-горох!» Партнера тоже уже понесло на пропалу. «Не велика птица, без клуба поживешь!» Петр положил тяжелую руку на председательские бумажки. «Будет клуб или нет?» «Не ори, я тоже орать умею!» «Наше комсомольское собрание постановило. Наше комсомольское собрание постановило. С отчаянием повторил суфлер. «Вот что!» – Федор стал. «Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь. Не выйдет!» Голос Федора зазвучал крепко и чисто. «Зарубите это себе на носу, председатель! Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб! Мы его заработали! Нам библиотека тоже нужна! Моду взяли бумажками отбояриваться! Я их видеть не хочу, эти бумажки! И дураком жить тоже не хочу!» Суфлер молчал. И с интересом наблюдал за этой сценой. Режиссер копчился за кулисами. «Чего ты кричишь тут?» – пытался остановить председателя Федора. Но остановить его было невозможно. Он незаметно для себя перешел на ты с председателем. «Сидишь тут, как ворона, глазами хлопаешь! Давно бы уже все было, если бы не такие вот сундук старорежимный пуп земли! Ты ноль без палочки один-то! Вот кто! А ломаешься, как дешевый пряник! Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь!» Федор ходил по кабинету, сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен. В зале стояла тишина. «Запомни мое слово! Не начнешь строить клуб? Поеду в район, в край, к черту на рога, но я тебя допеку! Ты у меня худой будешь!» «Выведи отсюда моментально!» – взорвался председатель. «Будет клуб или нет?» Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Федор не выйдет отсюда, пока не добьется своего. «Я подумаю!» «Завтра подумаешь, будет клуб?» «Ладно!» «Что, ладно?» «Будет вам клуб!» «Что ты делаешь вообще-то?» Председатель с тоской угляделся. Искал режиссера. Хотел, чтобы они не поняли о всей этой тяжелой истории. В зале засмеялись. «Вот это другой разговор!» «Так всегда и отвечай!» Федор встал и пошел со сцены. «До свидания!» «Спасибо за клуб!» В зале дружно захлопали. Федор, никого не глядя, прошел в актерскую комнату и стал переодеваться. «Что ты натворил?» – печально спросил его режиссер. «Что, не по-твоему?» «Ничего, переживешь!» «Выйди отсюда!» «Так штаны переодевать буду!» «Я стесняюсь тебя!» Федор переоделся и вышел из клуба, крепко хлопнув на прощание дверью. Он решил порвать с искусством. Через три дня сообщили результаты смотра. Первое место среди участников художественной самодеятельности в 20-ти районов края завоевал кузнец Федор Грай. «Ммм, может, еще какой Федор Грай есть?» – усомнился отец Федора. «Нет, я один Федор Грай!» – тихо сказал Федор и попогровел. «А может, еще есть?» «Не знаю». Вот такой интересный рассказ Василий Шукшинан с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имела на нас много произведений этого замечательного автора. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!